я жду я жду атмосферную альтернативу а Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДáginaTorzok Есть такая игра Своей серии Есть такая игра Optimize fin в два возраста да такое количество обновлений и внедрений всего потому что это было сделано для того чтобы тем кто играет в эту игру долго было не скучно играть поэтому игра пошла дико просто вниз дико вниз углубляться для тех кто являются преданными фанатами вот и тем кто приходит новую индукучу блять происходит к чему это все рассказываю я рассказываю это к тому что для того чтобы успешно функционировать на рынке артисту если мы говорим про музыку нужно очень хорошо нужно очень хорошо балансировать между шириной и глубиной если вы делаешь только глубину которую понимают твои преданные фанаты которые с тобой уже 500 лет но никому другому это нахуй не надо для рынка это опасно в этой хуйне утонули огромное количество артистов которые шли на поводу у своей аудитории и если шаг вправо шаг влево вот на hip hop run например много ребят которые очень круто делают но которые не смогли вырваться за рамки тех цепей которые сами на себя нацепили вот есть ребята которые вообще там поверхностные знаете типа мастер одного хита или артист одного года то есть он вроде бах загорелся все таки о ништяк он популярный все заебись потом все забыли и как будто бы его и не было вот нужно уметь балансировать между глубиной и шириной к чему это все это все к тому что если я например как человек который слышал буквально несколько треков этого артиста а вот и никуда трек понравился тут я слышу это не владею совершенно контекстом который вы мне рассказали как я должен реагировать первое у понимание и отторжение конечно же эту кучу за хуйня происходит вот поэтому не знаю насколько это удачный шаг конечно же преданные слушатели фанаты скажут да ты чё чувак ты нихуя не понял это очень круто и да блять вы правы что я нихуя не понял а круто ли это что я нихуя не понял я думаю что не очень я думаю что круче было бы если бы я понял это все как например в предыдущем треке который мы слушали я там где ты при этом все понял надо ли мне знать там контекст чтобы качнуться от трека не обязательно а здесь чё а здесь надо бы знать вот ребята что я хотел сказать поэтому очень важно очень важно соблюдать баланс между шириной которая позволяет привлекать новую аудиторию чтобы продукт был понятен вот и в играх пытается делать то же самое то есть там valorant допустим этот самый пытаются шириной делать пытаются делать какие-то моменты попроще чем в контер страйке да и игры в целом идут в упрощение там starcraft например тоже пиздец тяжелая игра идет упрощение 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 для широких охватов упрощение для широких охватов если упрощение для широких охватов доходит до слишком высокой стадии то получается примитивно поебота которая никому не интересная если слишком глубоко значит получается очень узкая комьюнити. Поэтому тут надо очень хорошо балансировать. Артисту то же самое. То есть можно быть каким-то артистом, блядь, однодневкой, да, который вроде как заебись, один год с одним хитом, с одним альбомом выстрелил, и все-таки да, он очень крутой был, да, что там, да, похуй, что он там выпустил, блядь. Вот, и начинают делать, типа, более свое. Поэтому вот такие фишечки я всегда очень осторожно отношусь. Когда какие-то вещи там, это только для преданных фанатов. Ну, ладно, как бы, окей, окей. В общем, я высказал свое мнение, да. Вот я думаю, что это важно понимать, что такое глубина, что такое ширина, и что такое баланс. Баланс, баланс, баланс. Вот так вот. То же самое, этот, то же самое, это, блядь, как оно называется? Рояли, да, блядь? То есть ПБГ, Апекс, Фортнайт, все это разные какие-то разные-разные моменты. Тоже, опять же, по сложности совмещаемые, то есть тот же Апекс, он посложнее, допустим, будет, и так далее. Вот так вот. Вот так вот. Баланс философии на стриме. Да, да, да. Да. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Нужно будет топить за старые альбомы. Ну, наверное, да, да, да. Наверное, да. Ну, посмотрим, посмотрим. Сколько рекламы? Какой рекламы? Да, блядь, все эти игры знают, пиздец, это топ твича. В общем, вы поняли, да, суть? Давайте посмотрим теперь клип. Проявит ли он что-то еще раз? Будет ли какое-то более глубокое понимание этого вопроса? И каждый артист, каждый артист, душнина продолжается, хули. Просто я делаю, что хочу. Каждый артист выбирает для себя сам. Где ему комфортно, где ему по кайфу. Но, что касается рынков, как бы все артисты не рассказывали, какие они там тру, там им всем на все похуй, в любом случае охваты, в любом случае продвижение своего творчества, получение, особенно люди, которые финансово зависят от этого, от своей музыки, это очень важно. Поэтому так или иначе, как бы кто не хотел, если он финансово зависим, он вынужден делать так, чтобы рынок это как минимум замечал. Вот поэтому нужно уметь играть в баланс. Делать рестайл. Часто бывают артисты, которые делали там лютый андеграунд, делают лютый рестайл, вообще не в ту сторону, полностью отворачивается вся фан-база, а новые люди к ним не приходят. И они оказываются у разбитого корыта. То есть это неправильный поворот. Баланс был не соблюден. Да. Старые все ушли, потому что уже не торт, а новые такие, бля, это что чувак, который андеграунд делал, ну его нахуй, и все. Теперь надо все делать аккуратно. Аккуратно. Пам-парам-пам-пам-пам. Может, Genius перепутал имена, на самом деле это фараон, не знаю, я так не думаю. Давайте смотрим клип. 18+. Нихояси, красиво. 18+. Мне же 18 спонжей, бля, мне поздравляете каждый день. Как нахуй нет у меня 18? Убей меня на небес. Не добить меня, придурок, ты же не умеешь думать, сука, все, тебя прощаю. И когда мы начинали, я один слетел из стаи. Одинокий с голосами, две сейчас причины убить того, кто ехт в твое сознание. Я все пробил, прогурил, жлюк, тебе не подпустил. На лбу ебов отымел, всех чужих похоронил. И не добить меня, люби меня, цени меня, убей меня, мне поебать, я знаю за себя, я не отпусти вас. Мы взорвем этот мир пиздец, взорвем этот мир пиздец, мы взорвем этот мир пиздец, падаль, доставая бред, будем резать эти тектора, как Американ экспресс, как Американ экспресс. 9-7 я вечно секс, мое время по спирали, спать и мере до небес. Взорвем этот мир пиздец, падаль, доставая бред, будем резать эти тектора, Как Американ Экспресс, как Американ Экспресс 9-7 я вечно сэк В моё время подбирались, потемелья на небес Так, хорошо, давайте представим, что я вообще не слышал ни разу этого артиста Типа с какого хуй я должен сравнивать это с его предыдущим треком, да? Типа я там где-то и почему обязательно Я такой, о! А не послушать ко мне Джизуса? Кто это? Какой-то трек Варлорд Интересно, что это? Включаю и слышу звучание многолетней давности Да, я думаю, блядь, что этот трек делает в 2022 году? Потом вслушиваюсь и думаю, блядь, чувак ведь хорошо нагребает харизмой Ему, в принципе, веришь? Думаешь, так, неплохо, он так поёт, типа Ебать всё серьёзно Ну-ка, давайте послушаем, о чём он поёт И ты слушаешь о том, что он прокурил, пропустил, похоронил, да? И думаешь, угу, меня, себя, меня Интересно, интересно Прощаю, начинаю Интересно, интересно То есть звучание у нас из хуй знает какого Текст у нас тоже такой Харизма? Вот тут есть харизма Но весь вопрос вот в чём Комменты зайди, чё? Очень хорошо, тот самый Джизус, ждём альбом Супер Клип настолько перепон, пиздец Да-да-да Но все-все нравится, все-всем-всем нравится, чё-чё-чё-чё-то читать Видно как ты растёшь, продолжай в том же духе Мы будем ждать следующих Ну супер, народу нравится, супер Короче, целевой аудитории понравилось Пиздец Супер, круто, молодцы Скорее всего, вот эти все ребята Если вдруг посмотрят этот обзор Скажут, дебанус, ты вообще ничего не... Да, вообще не вопрос, ребят Вообще не вопрос Да, все просто, просто счастливы Они, свежий воздух это для них Свежий воздух, глоток Свежего воздуха, пиздец Никогда такого не слышали, и вот опять Да Короче, чё я вам скажу Мрачный клип, да Атмосферу Короче, атмосферный артист Вот чё, атмосферу он точно делает Атмосферу он точно делает Умеет он в атмосферу Что ещё из положительных аспектов? Я хуй его знаю даже Не знаю, честно говоря Я ждал альтернативы Мои ожидания обломались Ваши ожидания, ваши проблемы Как говорил известный спортсмен Что касается трэпчика Подачи, агрессии, экспрессии Я это слышал И то, что я слышал Было интереснее К гиперпопу привык Я ни к чему не привык Я слушаю всё подряд Каждый день Разные абсолютно вещи От Оксимирона, Бульвара Но из АМС До гиперпопа, Гличкора Вообще всего Детройта Я говорил, сегодня два альбома На тренировке каждый день Слушаю всякие разные альбомы Либо новые Либо старое что-то Западное То есть запад я слушаю Исключительно новое что-то Или переслушиваю там Да Если надо что-то послушать Так обычно Вот Бульвар крутился Очень долго Квартилан, кстати Да Так, 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 так Загорелось Солнце над ебалом Да, 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 да Вот эту тему тоже Очень интересно послушать Под настроение Блять, атмосфера 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 Не знаю, что ещё сказать Не знаю Атмосферный Атмосферный чувак Атмосферный однозначно Ему веришь? Ему веришь? Звук? Я это уже слышал 2022 год? Не знаю Хотя сейчас всё идёт На переосмысление Если тут переосмысление Вот в чём вопрос Я не увидел К сожалению Для себя Рифмы и образы Шесть Структура ритмика Однотипно Пиздец Шесть Реализация выбранного стиля Ну неплохо так-то Рифмы и структура ритмика Да, можно Интереснее Можно Текст Можно Можно Свежая Новая Звучает Похуй Это вторично А реализован Очень хорошо Сильный артист Индивидуальности Харизма Вот харизма 10 баллов Насчёт индивидуальности Не знаю Ну вот сразу Это играет И вот отдаёт фарой Да, бля Не знаю, что этим делать При этом харизма Очень сильная У артиста Очень крутой Очень крутой Бля Чё делать Хуй знает Он надо Вот по харизме Он сделан На 10 баллов Но я слышу В этом вторичность К сожалению Для себя Не хочется Сильно сбавлять Потому что Ну кто-то слышит Кто-то не слышит Да, вот я услышал Кто-то скажет Да, бля Вообще не похож Для меня просто разъёб И всё Я поставлю 9 Потому что Харизма Очень крутая Джизус Силён В этом Безусловно Атмосфера Вайп Ха-ха-ха-ха-ха Бля, тяжело погружаться в атмосферу Из-за всё-таки Текста Вот, блядь Хочется 5 поставить Короче, смотрите Здесь вот За харизму максимум Да Но атмосфера В целом Самого трека Учитывая то Что он Достаточно Однотипен С точки зрения Ритмики С точки зрения Текста Ну тяжело Поставить максимальку Максималку Прям разъебаться Под него Не могу Я прям полностью Погружаться В его повествование Как артист Он крутой Но Но та форма Которую он доносит Она, блядь Слабоватая Ну честно 4 балла Так Трендовость И популярность 3 балла 3 3 балла 3 Да, сука 3, да Да Как это так 2-3 вообще По факту Здесь 2-3 Вот Сейчас Подождите По тексту Еще раз Посмотрю 6 Не дохуяли Падла Доставая Обрез Прикольно Мы взорвем Этот мир Пиздец Как Американ Экспресс Окей 9-7 Я вечно Секс 9-7 Это что 97-го года Рождения Или что это Четко 97 Напишите мне Четко 97 Идет Седьмого Года Рождения Альбом Будет Назваться Чего Ладно Короче Так В общем Да 2-3 За Тренд Блядь Насчет 3 Я даже Не уверен Ну Че То Че То Есть По повествованию Нормально Рифм Не Не Все Таки Не Меньше Какие То Там Вещи Он Рассказал Нам Интересные Короче Образы Где То Местами На 7-8 Рифмы Где То Вот Так Вот Блядь Поэтому Наверное Вот Типа 5-6 Короче Вот 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 Так Вот Здесь Короче Рифмы У нас Находится Вот Здесь Сама Суть Которую Он Доносит Вот Здесь Поэтому По итогу Где-то 6 Наверное Есть Да 56 Балов Не Дотянуло Немного Трек Даже До Середины Потому Что 60 Балов 60 Плюс Балов Это Середина В Плейлист Этот Трек Не Идет Однозначно Ну Ладно Как-то Так Топили Почему За Этот Трек Наверное Потому Что Необычный Да Типа Как-то Звучит Кого-то Типа О Он Делал Вот Так А Теперь Вот Так Хуй Знает